Подождём, что он скажет. Мой клиент говорит, что он спрятал ещё два трупа, ещё две жертвы. Он отведёт детективов Милза и Соммерсета к этим трупам. Но только их. Сегодня ровно в шесть вечера. Почему нас? Он восхищается вами. Игра продолжается. Мой клиент говорит, что если следователи не согласятся, трупы никогда не будут найдены. А мне так лучше, пусть сгниёт. Он у нас. Внизу, в тюрьме. Дело сделано. Он получит жильё, еду и кабельное телевидение бесплатно. Даже у моей жены нет кабельного телевидения. О чём беседа? Милз, это надувательство. Да ещё и этот. Да, ты. В костюме за три тысячи баксов с поганой ухмылочкой пляшет под дудку полоумного засранца. Мне это не нравится. Закон обязывает меня служить клиентом по мере моих сил. Как оригинально. Я представляю их интересы. Мы не заключаем сделки, мистер Свор. Также мой клиент сообщает, что если вы не согласитесь, он заявит о своей невменяемости. Пусть попробует. А я посмотрю. Брось, Мартин. Нам всем понятно, что я легко смогу доказать его безумие. Сухим из воды он не выйдет. Это я гарантирую. Он говорит, что если вы пойдёте на его условия, он подпишет полное признание прямо сейчас. Ваше дело. Вам решать. Полное признание? Согласен. Согласие обоих. Если речь пойдёт о безумии, этот разговор не в его пользу. Он шантажирует нас, насколько я понимаю. Мой клиент напоминает, что есть ещё двое убитых. Пресса сорвётся с цепи, если узнает, что полиция не захотела найти их и похоронить по-человечески. Если это правда. Эксперты сделали экспресс-анализ с одежды Джона Доу и со скобой у него из-под ногтей. Они нашли его кровь, потому что он срезал кожу с пальцев. Кровь женщины с изуродованным лицом и кровь кого-то третьего. Кого пока неизвестно. Вы были те вооружены, а он нет. Закончим дело. Продолжение следует...